Я пока начну. Совхоз имени Ленина, это, не хотелось бы говорить слово старое, это достаточно опытное предприятие. Мы занимаемся сельским хозяйством более 100 лет. И многие, даже практически все наши бизнес-процессы, они отлажены десятилетиями. Это, конечно, иногда является конкурентным преимуществом, но зачастую крупные консервативные предприятия сталкиваются со сложностью в адаптации к быстро меняющимся условиям, к быстро меняющейся среде. Именно это и случилось у нас в 2020 году, потому что среда поменялась достаточно быстро, и на самом деле мало кто сумел к этому приспособиться. Как вы знаете, большая часть нашего бизнеса и наша визитная карточка это производство и продажа земляники садовой. Из года в год мы собираем более тысячи тонн ягоды со 100 гектар полей и стараемся продать всю эту ягоду через нашу собственную розничную сеть. И до 2020 года нам это обычно удавалось. Вот так вот выглядят наши ягоды. И вот так вот выглядят наши розничные палатки фирменные. Как видите, в узких кругах наша ягода достаточно популярна, и в этом году стояли очень большие очереди за ней. Мы устанавливаем более 100 розничных точек на сезон. Средняя точка продает у нас примерно 500 килограмм ягоды в день, а максимальная продажа с одной точки одной продавщицы составила 3 тонны ягоды. 3 тонны ягоды за рабочий день, только представьте это количество. Но в этом году, к сожалению, нам, в 2020 году, нам удалось открыть только одну треть всех розничных точек. Мы до последнего были уверены, что ограничения в связи с ковидом снимут, но в последний момент это оказалось не так. И, в общем-то, большая часть нашей выручки оказалась под угрозой. Нам пришлось срочно искать новые каналы продаж. Собственно, об этом я вам и расскажу. Я не буду рассказывать про банальные каналы продаж, как там оптовая продажа через Фудсити, тут ничего интересного. Расскажу самые интересные, и, возможно, что-то из этого будет для вас полезно, и вы не наступите на те же грабли. Итак, первое направление – это работа как раз с торговыми сетями. На самом деле, сейчас я буду кидать камешки в огород коллег, которые выступали перед этим. Сразу скажу им, чтобы не было обидно. Конкретно азбуки вкуса и магнита вот эти претензии не касаются. Это касается других сетей. С коллегами мы особо плотно поработать не успели. На самом деле, все начиналось великолепно. Когда мы пошли в сети, все очень охотно откликались. Некоторые сети даже сами приехали к нам. Обещали золотые горы. Цена нас устроила, и даже в некоторые моменты было ощущение, что мы всю свободную ягоду сможем продать через этот канал продаж. Но уже с середины сезона нам пришлось отказаться полностью от работы с сетями по нескольким причинам. Во-первых, одной из важных причин являются сборщики. Как вы знаете, тут ковид тоже наложил свой отпечаток. Границы закрылись. Иностранные сборщики к нам приехать не смогли. И даже те московские сборщики, которые потенциально должны были к нам приехать, их поток заметно передел. Соответственно, мы просто не смогли в пик нашего сбора ягоды перебросить достаточное количество сборщиков на сбор под сети. А вы знаете, что требования у сетей намного строже, чем у лоточной торговли. Это требует намного больших трудозатрат. Поэтому, когда у нас сбор ягоды в день достигает 80 тонн, мы предпочитали делать упор на количество, а не на точечный сбор под сети. И вторая, наверное, самая главная проблема заключается в том, что у нас с сетями есть фундаментальное недопонимание, разница в понимании того, что такое качественная ягода. Потому что для нас качественная ягода – это в первую очередь вкусная ягода, вкусная, спелая, сочная ягода. И именно за этими качествами люди выстраиваются в очереди, едут через всю Москву в наши палатки, чтобы купить ягоду именно там, а не в каком-то там перекрестке, который находится в 10 метрах, где есть ягода сетевого формата, но она совсем других характеристик. Что касается сетей, в терминологии сетей наша ягода, конечно, является перезревшей, и для них главное – это срок хранения. И когда мы с ними общались, у некоторых сетей были, конечно, запросы того, чтобы она хранилась 7 дней, что, в принципе, наверное, невозможно. Это, конечно, вызывало определенные проблемы на приемке. И я, на самом деле, расскажу одну историю, она будет очень показательна, потому что можно долго спорить, в чем же была проблема в нашей ягоде, или в приемке у сетей. Вот вы, кстати, можете видеть тот сетевой формат, который получился у нас. Мы обеспечили специальный сбор, специальную переборку ягод. Но мы работали с одной сетью, отправили туда достаточно большую поставку. В этот же день она к нам возвращается, мы смотрим на качество и просто не понимаем, почему же на РЦ ее забраковали. Начинаем разбираться, потому что это нас в корне не устраивает, надо отдать должное, сеть пошла навстречу, мы встретились, поговорили, пришли к компромиссу. Заплатили, как сказать, наняли независимого сервейера, который приехал на наше поле. Договоренность была такая, что если сервейер оценивает качество на нашем поле, мы сразу подписываем все документы, и ягода едет в сеть, минуя распределительный центр. Что получилось в итоге? С сервейера все устроило, мы отправили ягоду, забыли о ней, ждали, когда же придут наши денежные средства с рассрочкой, и в этот же день ягода возвращается. Почему-то, вопреки всем нашим договоренностям, эта ягода все равно попала на распределительный центр, и там ее забраковали. Несмотря на договоренности с руководством, несмотря на то, что мы, как бы, сервейер все одобрил, тем не менее, вот такая ситуация произошла, и это, конечно же, вот та ложка дегтя в нашей бочке меда. Это наложило отпечаток на все наше взаимодействие с сетями. Что, наверное, хотелось бы сказать как вывод? На самом деле работать с сетями можно, но если у нас будет выбор, если будет альтернатива, и мы можем продавать продукцию через свою розничную сеть, мы, конечно, будем делать упор на это. Если же работать с сетями, как дать совет фермерам или более мелким хозяйствам, тут, конечно, полностью надо выстраивать работу чисто под сеть, начиная со сборки ягоды, заканчивая взаимодействием с сетью, потому что этим, конечно, должны заниматься специализированные люди, у которых есть опыт работы с сетью, и которые смогут оценить, скажем так, почему появляются какие-то проблемы. Это из-за качества ягоды, либо из-за недобросовестного поведения сети, что тоже, в принципе, очень часто бывает на практике, к сожалению. Мы знаем много таких историй. Далее. Хотелось рассказать о более интересном опыте, который у нас получился. В этом году мы, в прошлом году, мы впервые запустили интернет-торговлю. На самом деле, изначально у нас, мы не ставили себе целью продавать тонны ягоды через интернет-магазин. Мы, более того, у нас не было особо ни времени, ни ресурсов в это вкладываться, мы пошли по пути наименьшего сопротивления и создали несколько страниц на нашем основном сайте, простеньких страниц на WordPress. И наша цель была оттестировать гипотезу, посмотреть, как это работает, а дальше уже может подкрутить какие-то моменты и в следующем году, может быть, разогнаться посерьезнее. Что получилось в результате? В первый день мы получили 60 заказов, что, в принципе, заставило нас полностью пересмотреть свое отношение к этому каналу продаж и срочно начать переделывать какие-то операционные процессы, потому что мы уже, начиная со второго дня, просто не справлялись с объемом. Во-первых, мы срочно начали программировать некое подобие CRM-системы, потому что на второй день мы уже получили 150 заказов, и наши девочки без опыта работы уже просто как бы вешались, им нужна была какая-то систематизация всего этого, потому что там очень много процессов. Во-вторых, мы начали поднимать минимальный объем заказа, и в некоторые дни у нас минимальный объем заказа достигал 20 килограмм. Что самое интересное, при подъеме минимального объема заказа мы не увидели падение количества заказов, а даже увидели увеличение количества заказов и обнаружили, что существует еще одна такая интересная ниша, это оптовые продажи через интернет с доставкой. Под оптовыми продажами я имею в виду продажи через интернет-магазин партий от 50 килограмм и выше. В сумме они у нас где-то составляли чуть меньше 20% от общего объема продаж и делились они на два направления. Во-первых, это продажи посредникам, это какому-то маленькому бизнесу в какие-то, может быть, местные магазины, но для них было принципиально важно что? Возможность получить эту ягоду с доставкой, потому что если они сегодня ее покупали, завтра мы на своем транспорте довозили эту ягоду для них, а у них, скорее всего, не было просто ресурсов, чтобы взять газель, поехать на фут-сити, закупиться там и так далее. А второй интересный сегмент этих оптовых продаж – это коллективные закупки. Мы впервые с таким столкнулись, когда люди увидели, что минимальный заказ поднялся до 20, они не стали идти к нашим конкурентам или в другие магазины, что, наверное, говорит о том, что у нас есть своя достаточно лояльная аудитория у совхоза Ленина. Они начали объединяться по территориальному признаку, например, по признаку поселка или целым подъездом, или целое предприятие, и заказывали, скидывались деньгами и заказывали у нас сразу ягоду на всех. Самое интересное, что крупнейшая такая продажа за сезон составляла примерно одну тонну. Такое ощущение, что они сбросились люди целой улицей, чтобы получить нашу ягоду. Что касается самого интернет-магазина, на самом деле период реализации у нас был немножко меньше, чем период сбора ягоды, потому что изначально наша розничная сеть прекрасно справлялась со всем. Тем не менее, за сезон мы продали через интернет 34,5 тонны ягоды. Средняя цена у нас получилась 317 рублей без учета доставки, и это больше, чем средняя цена в нашей розничной сети, потому что иногда, когда цена в розничной сети нашей падала, мы просто не успевали опускать ее в интернет-магазине, поэтому оказалось, что это даже выгоднее. Люди не сильно смотрели на цену. Но успех, на самом деле, интернет-магазина заключается даже не в общем объеме, который мы продали, а в том, что если посмотреть на график сбора ягоды в совхозе Ленина, ну и как, я думаю, у всех в этом бизнесе, он представляет собой выпуклую кривую с пиком в середине. И именно в середине, в пиковые дни, наш сбор достигает 80 или даже 100 тонн в день. Именно тут наша розница просто не справляется, а, соответственно, из-за короткого срока хранения ягоды мы рискуем оставшую часть ягоды отправить либо в мусорку, либо на переработку. Но если говорить о переработке, то, как экономист скажу, для нас это равносильно тому, что продавать ягоду ниже себестоимости, а лично для меня это то же самое, что выкинуть ее. И именно к этим пиковым дням мы разогнали интернет-магазин до 3,5 тонн в день. То есть в противном случае мы бы эту ягоду выкинули, а так каждый день интернет-магазин позволял нам продавать ее по очень достойной цене, выше даже, чем розничная цена. Что касается логистики. Изначально мы заключились с одной транспортной компанией, которая опять обещала нам золотые горы и сказала, что вне зависимости от того, сколько у вас будет заказов в день, мы справимся со всем, доверяйте только нам. Но тем не менее мы все равно заключились еще с достовистой и наняли человек 10 своих частников, назовем их индивидуальными предпринимателями, которые у нас всегда были на подстраховке. И такая диверсификация, она оправдала себя, потому что в первый день у транспортной компании случился какой-то коллапс с их программным обеспечением, и они смогли дать только двух курьеров. Да, это маловато на 60 заказов. Что касается зоны доставки и оплаты за доставку. Мы не стали тратить деньги, но у нас и не было особого желания программировать какую-то сложную систему маршрутизации с автоматическим расчетом цены. Мы просто поставили фиксированную цену 500 рублей за доставку по Москве, Новой Москве, Ленинскому городскому округу и Домодедово, и регулировали это все в ручном режиме. Позднее нам пришлось сузить зону доставки и немножко поднять цену, потому что курьеры, конечно, отказывались ехать, везти 100 килограмм ягоды за 500 рублей в Троицк на весь день. Но в результате, из-за ручного регулирования, у нас за весь сезон мы на доставку потратили 600 тысяч рублей, а выручка с доставки, она примерно равнялась миллиону, поэтому это даже добавило в наш средний чек, как такой отдельный бизнес у нас получился. Ключевые моменты. Ключевыми моментами, конечно, является, во-первых, качество продукции, потому что, когда мы говорим о доставке в розницу, то у нас возникают дополнительные риски. Если человеку привезут ягоду, а она ему не понравится, и он скажет, забирайте ее назад, то в результате получится ситуация, когда она прокаталась весь день у нас по жаре, в час пик, в непроветриваемой машине, и назад приедет кисель, и это для нас чистые убытки, еще и деньги придется возвращать человеку. Поэтому мы устроили дополнительную переборку ягоды на нашей базе, что позволило достичь достаточно хорошего уровня качества, у нас возвраты, ну и как бы некачественно составлял менее 1%. Для тех, кто, возможно, захочет воспользоваться нашим опытом, тоже парочку советов, не экономьте на автоматизации труда, потому что одна грамотная CRM может, конечно, заменить вам 4 или 5 сотрудников, просто из-за того, что труд будет больше систематизирован и организован. Работа с курьерами, конечно, также советую вам диверсифицировать это все, и не складывать все яйца в одну корзину. И что касается каналов трафика. На самом деле у нас достаточно лояльная аудитория, лояльные покупатели, у нас хороший развитый бренд, и нам в этом плане легче, потому что люди интересуются именно нашей ягодой. У нас большой трафик шел с сайта, достаточно большой трафик шел с социальных сетей. Развивайте свои социальные сети, за это будущее. Рекламой мы не занимались. Возможно, в этом году мы что-нибудь попробуем с интернет-рекламой, но, скажем так, Яндекс.Директ тут вряд ли подойдет, на мой взгляд. А вот какая-то реклама у фудблогеров может даже зайти. В любом случае можно протестировать эту гипотезу. И последний, тоже достаточно успешный опыт реализации ягоды в период пандемии – это открытие точек в торговых центрах. Это был тоже очень такой дискуссионный вопрос. Некоторые у нас сопротивлялись этому, потому что какой смысл человеку, который вышел только что из какого-нибудь Ашана, где есть множество сетевого формата ягоды. Он уже вышел с тележкой, с продуктами. Какой смысл покупать ягоду в каком-то непонятном киоске. Тем не менее, мы все-таки решили попробовать. Спасибо Павлу Николаевичу за это. Открыли мы три точки. Потратили на это все дело всего 300 тысяч рублей. Три точки в торговых центрах в Москве. И в результате получили то, что средняя продажа ягоды в день через один такой киоск составляла 400 килограмм. Путем нехитрых математических исчислений можно посчитать, что срок окупаемости составлял всего несколько дней под каждую такую точку, что в принципе достаточно хороший результат, и можно это все развивать. Ну тут тоже, конечно, не обошлось без трудностей определенных. Скажем так, тоже история из жизни. Представьте, что 12 часов дня вам звонит директор торгового центра, кричит, почему ягоды еще нет. У нас в договоре прописано, что в 9 часов утра ягода должна быть. Киоск пустует. Это противоречит концепции торгового центра. И говорит, если завтра вы не привезете вовремя ягоду, то мы расторгаем с вами договор в одностороннем порядке. В это время вы говорите, хорошо, исправимся, такого больше не повторится. Открываете прогноз погоды на завтра, а там дождь всю ночь и весь день. То есть вы понимаете, что сбора никакого не будет. Поэтому тут, конечно, не без трудностей, но все это решаемо. Спасибо за внимание. Надеюсь, это будет кому-то полезно, кто-то избежит своих ошибок. Спасибо большое, Владимир. Вопросы? Павел Николаевич? Комментарии? Вот сейчас вы увидите столкновение старого и нового. Это я говорил о том, что нафиг эти палатки нужны в торговых центрах. Потому что вот он уже сам себе говорит, что средняя палатка 500, а у него в торговом центре 400. Туда ввозить сложнее. Там совершенно другой контингент. Хотя я понимаю, что самая лучшая продажа, вы знаете, не хуже меня, и самая дешевая, это вдоль трассы. Если ты поставил палатку или там машину, и все время едут машины, то обязательно кто-то остановится, купит. А поскольку люди, которые едут в машинах, имеют больше денег, которые ходят пешком, цена может быть поднята. Что касается магнита и всех остальных. Слушайте, вы смешные цифры говорите, или вы ошибаетесь, или это вообще просто для нас смешно. Почему? Потому что, ну что такое 50 тонн ягоды, скажем так, российской в магазинах, ну, это же крупнейшая сеть. А значит, всего получается, если 10% российской ягоды, то у вас 500 тонн всего проходят ягоды, что ли? Земляники во все ваши магазины за весь год. Это невозможно. Это или неправда, или вы совсем не работаете с ягодой. Но что касается, вот это, чтобы все поняли. Мы один раз приехали с моим главным агрономом Зоей Иванович Силыковской в Голландию покупать землянику. И нам сразу этот продавец рассады сказал, вам какую ягоду для супермаркета и для еды? Потому что для супермаркета ягода это не для еды. И поэтому мы никогда не найдем общего языка, потому что для нас ягода, для вас она перезревшая, а для нас, скажем, созревшая правильно. Для нас ягода, которую кусаешь, и там сок, а это означает, что как только она поехала куда-то, то она при любой тряске начинает давать влагу, а у вас это уже не стандарт. Это совершенно разные ягоды. Это как Жигули и Мерседес сравнивать. Машина вроде машина, но на самом деле совершенно другое качество. И поэтому, конечно, вот эти точки соприкосновения надо искать. Мы когда-то предложили супермаркетам, хотите, чтобы у вас больше народу было в магазине, поставьте наши палатки прямо у вас, или перед входом, или прямо внутри, и мы начнем вам генерировать поток. Потому что вот эти очереди, это не просто так. Это потому, что люди хотят есть самое лучшее. А самое лучшее это то, что мы производим, а не вам везут откуда-то, хотя 7 дней это лежит. Вот, поэтому я вот, опять же, возвращаюсь к тепличной ягоде. Да, она другого качества. Она более жесткая. Если вы правильно подберете питание, она будет у вас лежать там 3-5 дней, и супермаркеты ее возьмут. Но это не то. Это другая история. Поэтому нам, конечно, надо искать точки соприкосновения, но интернет-магазин 34 тонны, а магнит весь великий 50 тонн. Ну, это смешно. Ну, как люди, влюбленные в ягоду, но с разных сторон будем искать точки соприкосновения. Вопросы у нас еще есть? Спасибо большое. Владимир, а вы упоминали ранее, что заинтересованы в каком-то взаимодействии с другими производителями ягод по развитию интернет-магазина. Правильно помню? Ну, это тоже такой спорный вопрос. На самом деле мы всегда открыты новым форматом. Дело в том, что у нас не хватает позиций для того, чтобы наш интернет-магазин работал круглый год. Потому что мы его можем загрузить земляникой в период в достаточно больших объемах, но после этого, чтобы содержать его, содержать отдельного человека, содержать логистику ради того, чтобы выполнять по один-два заказа, это просто неинтересно. У нас даже есть такой эксперимент, скажем так, у нас один человек посчитал, что это будет интересно, и попросил у нас, можно ли он будет, скажем так, свой интернет-магазин, просто нашу продукцию через свой интернет-магазин продавать. Ну, у него вроде как получается это, он даже вышел на какие-то цифры, но, скажем так, потенциальная прибыль, вот эти цифры, на которые он вышел, они даже за год не дошли до зарплаты одного-двух сотрудников, поэтому мы пока в этом не видим какого-то интереса. Может быть, если бы другие люди нам предоставили, другие производители предоставили свою продукцию в наш интернет-магазин, может быть, это было бы интересно, но, конечно, надо думать, разговаривать о всем этом. Я, собственно, вот примерно протокую кооперацию, расширяем сезон, увеличиваем объемы. Возможно, возможно, но надо общаться. Пока как потенциальная идея. Спасибо большое, спасибо, Владимир. Да, как я сказал, очень важно вести соцсети, и меня тут очень попросили, чтобы я сделал фотографии, с вашего позволения. Спасибо.